Всем здравствуйте, меня зовут Полищук Дмитрий Николаевич, я являюсь генеральным директором компании МОС Риэлти. Сейчас мы находимся возле нашего офиса, он расположен в двух минутах ходьбы от станции метро Октябрьское поле, улица Маршала Вершинина, дом 8, корпус 2. Пойдемте, я покажу вам наш офис. Недавно закончили ремонт в подъезде, сейчас еще не все вынесли, отсюда пока что. У нас здесь, кстати говоря, находится клуб художников, замечательные люди, это наши соседи. Итак, пройдемте ко мне в офис. Расскажу вам немножко предысторию нашей компании. Наша компания начиналась вот с этого маленького помещения, тогда оно было не в таком хорошем виде, как оно сейчас есть. Здесь были обшарпанные стены, это было лет, наверное, пять назад. Мы сюда приехали и имели вот буквально тысяч 50 рублей на первый старт, когда только начинали. Потом мы уже через три года выкупили полностью вот это все помещение, включая соседнее помещение тоже общей площади 157 квадратных метров. Как любой театр начинается с вешалки, хороший офис начинается с рецепшена. Пойдемте, представлю вам Инну Владимировну, наш замечательный секретарь и просто хороший человек. Здравствуйте, у нас вы получите качественную помощь, хорошее настроение и шикарный кофе. Пожалуйста, приходите к нам в гости. Итак, друзья, пойдемте в нашу зону переговоров, где у нас происходит все самое сокровенное, что может быть в наших сделках. Пойдемте. Здравствуйте, коллеги. Валерий Николаевич, Сергей Тимофеевич. Сейчас коллеги расскажут немножко о себе, о том, кто они и чем мы занимаемся. Я Сергей, я представляю департамент по сделкам с недвижимостью. Мы проводим полный спектр операций с недвижимостью. Это купля, продажа, аренда, жилая, коммерческая, нежилая, производственные помещения. То есть у нас самое главное – это очень качественный и очень внимательный подход к каждому человеку. То есть каждый, входящий к нам, он получает предельное внимание к своей личности. У нас люди приходят не в фирму, а люди приходят к людям. Спасибо. Меня зовут Лоскутов Валерий Николаевич. И я занимаюсь развитием этой компании. То есть развитие – это отношение людей как внутри компании, так и отношение к нашим клиентам. То есть мы на этом делаем акцент. То есть я считаю, что уникальность нашей компании – это, ну, первое, это особое отношение к людям. То есть когда человек, приходя в нашу компанию, может получить те возможности, о которых он даже не подозревает. То есть и весь комплекс услуг, которые мы уже сформировали сегодня, то есть он дает возможность человеку сэкономить как время, так и деньги. И самое главное – это свое здоровье. Здоровье свое и своих близких. Если говорить о развитии компании, мы сегодня находимся в той точке, когда компания набирает такие серьезные обороты. Я думаю, в ближайший год, несколько лет мы увидим те результаты, к которым сегодня стремимся. Огромное спасибо, коллеги. Не будем мешать. Пойдемте, я покажу вам еще одно замечательное место. Это, на мой взгляд, это очень уникальный случай, что нам удалось договориться с МФЦ по Московской области, чтобы они у нас открыли точку приема граждан. Чем это замечательно, удобно и уникально? Тем, что каждый человек, у которого находится недвижимость в Московской области, проживая в Москве, может подать документы здесь, в Москве, потому что здесь находится точка приема МФЦ. Это было действительно очень сложно, очень непросто договориться с МФЦ об этом, так как все-таки коммерческий сектор и государственные структуры, они, конечно, взаимодействуют, но это действительно очень большой прорыв в целом, что такое вообще возможно. И вот здесь сегодня в моем офисе каждый человек может прийти и подать документы на регистрацию квартир или домов или земельных участков, находящихся в Московской области. Это очень действительно удобно, потому что многие живут в Москве, а объекты недвижимости находятся в Московской области. Проезжал мимо, просто заметил рекламу, решил посмотреть, что это. Ну и тут подвернулся случай, надо было переоформить квартиру. Удобно, быстро, без лишних вопросов и затрат. А теперь пойдемте, я вам покажу еще одно наше замечательное место. Это отдел, где находятся кадастровые инженеры, геодезисты. Значит, здесь можно решить не только вопрос по подаче документов Росреестра, но еще и мы занимаемся такими вещами, как постановка на кадастровый учет, легализация объектов недвижимости, занижение кадастровой стоимости, постановки на кадастровый учет домов, межевания земельных участков. Более подробно вам расскажете, Артем Сергеевич, это наш кадастровый инженер, замечательный человек, большой специалист. Здравствуйте, я кадастровый инженер, занимаюсь кадастровой деятельностью с 2013 года профессионально. В области недвижимости более 15 лет. В обязанности кадастрового инженера входит введение кадастровой деятельности, а именно внесение изменений, подготовка документов для внесения изменений в кадастровый учет и подготовка документов для постановки на кадастровый учет. Кадастровая деятельность – это очень сложный и трудоемкий процесс, который занимает очень много времени, но этим приходится заниматься, поскольку сейчас все документы для внесения изменений и постановки на кадастровый учет должен подготовить кадастровый инженер. В результате чего нам приходится выезжать на объекты, мерить данные объекты, проверять наличие объектов в натуре на земельном участке, потому что, как вы знаете, очень большинство зданий рушится, сносится, заново строится и так далее. Кроме того, занимаемся также земельными отношениями, уточняем границы земельного участка, подготавливаем схемы для выпуска всевозможных постановлений, распоряжений и так далее. Кадастровый инженер также помогает людям разобраться в очень сложных процессах, поскольку человеку очень трудно разобраться во всех градостроительных регламентах и постановлениях правительства. Спасибо вам огромное, Артем Сергеевич. Друзья, пойдемте, я покажу вам свой кабинет. Ну вот сейчас опять пришел еще очередной гражданин, принес, скорее всего, какие-то документы на регистрацию. Так что, как бы, те, кто о них узнает, причем все у нас произошло недавно совсем, мы не так давно заключили договор, всего лишь полгода назад, пока рекламная кампания, и люди потихонечку стали нас узнавать. Поэтому сейчас вот народу не так много, но в данный момент у нас сейчас происходит ремонт соседнего офиса, где будет сидеть больше сотрудников МФЦ, и когда уже осуществлялись, будет намного больше поток клиентов, граждан принимать. Кстати говоря, хотел особое внимание обратить на вот эту картину. Это нашей кампании подарил один замечательный художник, к нам обратился за помощью, нужно было согласовать кое-какую планировку у него в квартире. И вот в качестве благодарности подарил нашей кампании вот такую замечательную картину от Исаакиевский собор, это работа Никаса Сафронова. Теперь пойдемте, покажу вам дальше мой кабинет. С этого места начинается все. Здесь я думаю о планах нашей кампании, о том, как улучшить наш сервис, качество предоставляемых услуг. Знаете, вот вся эта работа, это очень сложный процесс, действительно очень большой и сложный процесс. Почему? Потому что он требует очень больших эмоциональных, физических, финансовых затрат. Приходится работать по почти 15 часов в сутки. Это очень напряженно. Из этого времени находить время на себя, время на свою семью. Я также воспитываю двоих замечательных ребят. У меня два мальчика, 10-11 лет. Также посещать фитнес-центры, конный спорт, стрельбу. А теперь я приглашаю вас посмотреть, что нас ждет на перспективу. Значит, все это помещение было выкуплено нашей кампанией. Полностью у нас 157 метров. Данный офис полностью отремонтирован. Пойдемте, я вас проведу в соседний офис, где у нас сейчас идет большой ремонт, большая подготовка для еще кабинетов. Мы все-таки наш сектор расширяем. Хотим видеть больше сотрудников, больше клиентов. Туда мы планируем. Пойдемте, я вам покажу. За ремонт извиняться не буду, так как все это все-таки делается для людей. Значит, здесь у нас сейчас происходит ремонт. Полностью 80 квадратных метров нежилого помещения. Вот здесь мы планируем сделать прием граждан МВЦ. Это будет не менее 5 сотрудников МВЦ, которые будут осуществлять прием граждан. Так что я вас всех жду. Милости просим. МВЦ 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 Субтитры подогнал «Симон»